29 января я решила заняться высадкой позднеспелых и среднеспелых сортов перца. Для этого я взяла салфетки, обычно гигиенические, они у меня сухие, но вполне подойдут для этой работы. Вот так вот. Я подписала ложечку, указала число, сорт, и потом я перенесу это все в тетрадку. Вот таким образом я фиксирую ниткой. Для того, чтобы, не дай бог, не перепутать сорта. Мне так удобно. В ватных дисках они прорастают, бывают, и потом корешки повреждаются. Это не есть нормально. Во всяком случае, мне так удобно работать. И вот такой препарат, как хлоргексидин. Я уже работаю с ним лет 5, наверное, с этим препаратом. Мне он очень нравится. Во-первых, семена все коллекционные. Я не знаю, как они выращивались, а оберзараживать их обязательно нужно. И вот так вот каждое-каждое семя промачиваем. Хлоргексидин. Все, достаточно. Так они будут у меня 15 минут находиться. В такой замочке. Напоминаю, что проживаю я в северо-западе Подмосковья. И высадка позднеспелых сортов, да и вообще всех перцев, будет у меня примерно 10 мая. Срок вегетации у позднеспелых сортов большая. И по моим расчетам, я уже не первый год так их высаживаю. Примерно вот в конце января, начало февраля я занимаюсь высадкой. Многие могут сказать, они перерастут, опадут у них плоды, там цветочки, корневая система состарится. Да, это, конечно, произойдет, если мы не обеспечим им уже на этой стадии хороший уход и агротехнику. Для этого что я делаю? Сначала буду высаживать в стаканчики 100 граммовые и потом по степени развития корневой я их буду переселять в более обширные емкости. И, конечно, обеспечивать хорошей подсветкой. Уже при высадке они будут иметь хорошо сформировавшуюся крону, а также цветочки, которые даже успеют завязаться, они не опадут. Это вот уже мною проверено. Самое главное обеспечить достаточным количеством грунта, мои растения. Вот так 15 минут пролежат мои семена в растворе хлоргексидина. Больше не надо, не надо их обильно погружать в воду, ничего. Вот так мы их оставляем на 15 минут. 15 минут прошло и мы готовим раствор эпина, водный раствор эпина. Это синтетический стимулятор. Я всегда люблю им работать, но здесь самое главное не переусердствовать. Берем ровно 3 капли, не больше, на 200 грамм воды. 1, 2, 3. Вот хочется сказать, что если, не дай бог, переборщить этот эпин, то получится обратное. Семена не взойдут, не прорастут. Так, все. Что дальше делаем? Берем семена и обязательно их промываю. Я не биолог, поэтому я не знаю, какая может произойти непредсказуемая реакция. Все-таки это химические вещества. Вот, это несложно сделать. Берем вот так вот водички и просто отжимаем семена. Вот так. Так. Отлично. Все, водичка нам не нужна. Теперь берем вот любую плошку, которая нам удобна. И сначала я, наверное, вот так вот уложу свои ложечки семенами. Так. И добавляем приготовленный раствор эпина. Достаточно. Низ у нас будет смочен. Семена у нас будут дышать. И вот так мы оставляем на 6-8 часов, не более. После того, как они вот так вот у меня замочатся, не нужно погружать полностью, чтобы семена задыхались. Потому что после обработки хлоргексидина, напоминаю, кутикула, размягчается семенная кутикула. Вот в таком состоянии мы оставляем их на 6-8 часов. После этого я их опять промою. Я не оставляю их вот с концентрацией вот эпина. Не оставляю. И затем уже, удалив вот эту вот воду, слив, прикрыв тряпочкой. Не тряпочкой, а чем-нибудь таким. Ну, даже в пакет можно полиэтиленовый поставить. Чуть-чуть немножечко оставить, чтобы они дышали. Но проверять, чтобы, не дай бог, они не пересыхали вот эти семена. И мы оставляем для прорастания дальнейшего. Очень будет удобно вот так вот посмотреть. Все будет видно. Прорастают семена. Нет, можно и размотать, посмотреть. Проросшие можно сразу высаживать. И обязательно температура должна быть 23-26 градусов, не меньше. Иначе все притормозится, развитие наших семен. Вот и будем, сейчас вот выдержим 6-8 часов, а дальше будем их проращивать. Субтитры сделал DimaTorzok